Наверное, наивно было бы полагать, что нынешние собственники БСК добровольно и без боя откажутся от актива, который приносит им ежегодно около полумиллиарда долларов. И, естественно, они не отказались. События, произошедшие на прошедшей неделе, я официально называю началом четвертой содовой войны. Начнем с того, что акции БСК, принадлежащие Рекфонду Республики Башкортостан, все-таки нашлись. Нашлись они в реестре Уралсиба и вовсе они не были никуда заложены и какой кредит под них получен не был. Паника была преждевременной. Как мне объяснили два независимо друг от друга специалиста по ценным бумагам и обороту этих бумаг в государственной собственности, в этом нет ничего необычного. И тут, конечно, все запаниковали слишком рано, что лишний раз подчеркивает высочайший уровень недоверия к правительству Хабирова и к его команде. В том смысле, что как только появились какие-то зачатки, подозрения на тему этих акций, тут же все разорались, что, дескать, уже Хабиров их продал, дважды заложил и потерял. Нет, с акциями, слава богу, все в порядке и они благополучно арестованы согласно решению арбитражного суда. Федеральная служба судебных приставов разыскала их в реестре Уралсиба и наложила на них арест. Главным событием в истории БСК Сода Куштаву на прошедшей неделе было заседание Совета директоров, которое случилось по инициативе компании Башхим, держателя основного пакета акций, по крайней мере, на сегодня. И, на удивление, Башхим инициировал это заседание Совета директоров в стенах Белого дома. Заседание Совета директоров транслировалось, снималось на камеры и было относительно открытым для журналистов. В общем, случилось что-то необычайное. И действительно, на этом заседании мы услышали много интересного, нового и важного. Давайте начнем по порядку. Судя по всему, в то время, когда администрация Хабирова, да и сам Хабиров бился в пароксизме тут решения проблем вокруг Куштаву, уже после того, как там случились главные события, акционеры БСК спокойно и деловито консультировались в различных кругах и в различных сферах, осмыслили ситуацию, и вот они теперь ее осмыслили, и вышли на вот это заседание Совета директоров. Первым, естественно, на арену был выпущен номинальный директор БСК господин Давыдов, который сделал обширный и весьма примечательный доклад о деятельности башкирской содовой компании, начиная с 2013 года. И Давыдов сделал ряд громких заявлений. Первое – это, естественно, сырьевая проблема. Давыдов заявил, что БСК ближайшие 7 лет будет добывать сырье из Шихана Шахтау, то есть там же, где и добывало сырье последние 50 лет. С той разницей, что уровень добычи опустился уже ниже нулевой отметки поверхности земли, находится в обводненной зоне, и Давыдов строго предупредил, что данная система получения сырья несет риски для загрязнения реки Белой. Это, конечно, прозвучало достаточно нелепо, в том смысле, что человек говорит окружающим, знаете, у меня есть ружье, я могу вас застрелить. Ну, как говорится, попробую. Далее господин Давыдов витиевато изложил, как сильно облагодетельствовало БСК, Республику Башкортостан и Российскую Федерацию за время своего существования с 2013 года. Речь идет о том, что только Республика Башкортостан и только дивидендов получила за это время порядка 23 миллиардов рублей. Давыдов так намекал, что это вообще чудо менеджмента и так далее, и так далее. Однако тут, конечно, есть один момент, который нельзя забывать. Дело в том, что до 2013 года, когда слились Каустик и Сода, Сода, по сути, находилась в управлении тех же самых людей, которые сейчас владеют основным пакетом вот этого конгломерата. Соответственно, возникает вопрос, а что им мешало проявить эти чудеса менеджмента в тех условиях? То есть предприятие осталось, по сути, тем же самым, сырьевая технологическая цепочка осталась та же самая, мощности примерно те же, и вот чудо явилось только тогда, когда предприятие попало к ним в руки. Ну, это, конечно, легкое лукавство, но оставим это на совести господина Давыдова. Вслед за господином Давыдовым на арену выступил Григорий Рапота, председатель совета директоров башкирской содовой компании, по совместительству секретарь союзного государства России и Белоруссии и вообще одна из крупнейших политических фигур на российской арене. Григорий Рапота начал с того, что он категорически не согласен вообще с вариантами альтернативных источников сырья, попытавшемуся что-то там вякнуть Россиху Хамитову, советнику Хабирова по экологическим вопросам. Рапота буквально заткнул рот и посоветовал разобраться там у себя, а потом, как говорится, выходить с предложениями. Григорий Рапота постепенно и планомерно начал формулировать претензии лично уже господину Хабирову, напомнив, что именно Хабиров предложил БСК разрабатывать Шихан Куштау вместо Шихана Таратау. А теперь отнял и то, и другое, и, в общем-то, как говорится, кинул ребят по полной. Почему-то Григорий Рапота не стал упоминать о тех колоссальных суммах денег, которые были выданы Хабирову и его команде перед началом всей операции, условно, в конце 2018-го, начале 2019-го годов. Деньги эти были выданы именно на, как говорится, решение вопроса, и суммы там просто колоссальные, на самом деле девятизначные. Ну, я думаю, что господин Рапота просто пока придерживает козыри и не выкладывает их все на стол. А еще господин Рапота заявил, что компания Башхим будет настаивать на исследовании правовых оснований присвоения статуса охранной территории Шихану Куштау. Переводя на русский язык с юридического, речь идет о том, что господин Рапота и его команда попытаются опровергнуть законность указа ради Хабирова о наложении регионального статуса охраняемой территории. Возможно, именно в этом кроется загадка того, почему сейчас еще не присвоен статус федеральной охраняемой территории. Может быть, там дело, конечно, не в бюрократии, а может быть, федералы ждут, каким образом завершится вот эта экспертиза господина Рапоты, насколько действительно законно решение Хабирова. И вся заковыка здесь заключена в том, что лицензия на разработку геологические исследования Шихана Куштау была выдана до того, как был присвоен статус. Соответственно, тут возникает такой казус, возникает вопрос, должен ли был учитывать Хабиров вот это обстоятельство, когда издавал указ о присвоении охранной зоны. Ну, в общем, тут, конечно, вопрос сугубо юридический. И что-то мне подсказывает, что господин Рапота будет очень настойчиво исследовать именно вот эти вот столкновения факторов внутри вот этого процесса. В общем, совет директоров прошел бурно. Надо отметить, что господин Назаров, который там присутствовал в качестве представителя от Республики Башкортостан, одного из представителей, пытался уравновесить ситуацию, пытался как-то немножко сгладить вот эту остроту, которую вносил в это мероприятие господин Рапота. Прямо скажем, не до конца это получилось у Андрея Геннадьевича, потому что, ну, Рапота пер как танк. В конце концов, представители Башхима предложили остальным членам Совета директоров обсудить законность создания вообще БСК в 2013 году. Однако представители Совета директоров от Республики Башкортостан уклонились от этого предложения. Не знаю почему, хотя некие предположения у меня на этот счет есть. Что же происходит с федералами тем временем? Каковы их действия, намерения, какие прогрессы? Самым главным вопросом здесь возникает вопрос о том, почему до сих пор не возбуждены уголовные дела. Вы помните, да, какими страшными словами изложил Путин ситуацию вокруг башкирской содовой компании про утекание в неизвестном направлении гигантского количества денег и прочее-прочее, офшоры. Прозвучало это, конечно, ужасно страшно, я имею в виду для тех, кто в теме. Пожалуй, что страшнее для всяких акционеров, собственников и прочих участников процесса комментария быть не может, но, тем не менее, уголовного дела мы не видим. Даже уголовного дела в отношении неопределенного круга лиц. Даже уголовного дела в отношении неопределенного круга лиц, должностных лиц и чиновников, которые в 2013 году чего-то там злодейски сделали с содой и каустиком. Это, конечно, удивительно, потому что это очень сильно контрастирует с тем накалом страстей, который был в начале всей этой ситуации. Кроме всего прочего, я бы хотел развеять мифы о том, что в Уфу приехала огромная бригада следователей, которые сейчас там все исследуют и так далее, и так далее. На самом деле, знаете, сколько следователей Следственного комитета приехало из центрального аппарата для разбора всей этой истории? На самом деле, приехал один следователь. То есть, Бастрыкин прислал одного человека в красивом костюме, который сейчас здесь при поддержке какого-то юного лейтенанта чего-то пытается понять. Более того, действия Следственного комитета на тему БСК и прочих вещей здесь носят абсолютно инициативный характер в том смысле, что Бастрыкин и Следственный комитет Российской Федерации, центральный аппарат действует исключительно с точки зрения превентивных каких-то действий в том смысле, что они просто хотят знать, что здесь было. То есть, никаких особенных заявлений не поступило. На заявление ради Хабирова никто не обратил никакого внимания. Иск в суд, кстати говоря, ради Хабирова тоже подать не смог. Вот просто не смог. Я не знаю, там, рыбак Азад все еще не вернулся, значит, с озер. Или в чем причина? Но в арбитражный суд иск от Республики Башкортостана о возврате акций не поступал. В общем, конечно, ситуация здесь очень странная. И, судя по всему, сценарий склоняется к тому, что федералы, отбирая акции Башкирской содовой компании, будут действовать по сценарию оспаривания событий 1993 года. То есть, они будут оспаривать вообще сам факт перехода АО «СОДА» в республиканскую собственность. Признав передачу СОДА республиканской собственности незаконной, автоматически федералы признают все дальнейшие манипуляции, включая 2013 год, незаконными, и спокойно все заберут в собственности Росреестра. При таком раскладе, конечно же, Хамитову, его окружению и всем членам Совета директоров, включая обожаемого мною господина Нугуманова, безусловно, беспокоиться здесь не о чем. Ну, немножко достанется, конечно, Муртазе Губайдулычу за то, что он в те лихие 90-е там чего-то неправильно, значит, отжал в сторону республиканского комплекса собственности, но я думаю, не особенно сильно Муртазе будет ругать. Главным вопросом и основным казусом Белли, поводом к войне, здесь будет вопрос в отношении собственников Башхима. Ну, я уже упоминал о том, что наивно полагать, что люди откажутся от полумиллиарда долларов в год, значит, просто так. Можно, конечно, попытаться вернуть дивиденды, которые как бы незаконно как бы получила компания Башхим от владения акциями БСК, а это 45 миллиардов рублей, да еще много-много чего они там получили. Но возникнет встречный вопрос. Мы же тоже что-то вложили в 2013 году. В конце концов, Башхим владел каустиком, там и еще там Березняковским этим своим комбинатом. В общем, тут, конечно, будет клубок претензий и вопросов. И самое печальное, что вероятнее всего, если вот это разбирательство начнется, то крайним здесь станет бюджет республики Башхортостан. Отвечать за все придется бюджету, потому что федералы скажут, вы там накосячили, вы неправильно перераспределили собственность, вы ей отвечаете. И как бы не вывернулась эта ситуация, отвечать будет все равно бюджет республики. Исход четвертой содовой войны на самом деле предсказать практически невозможно. Кто падет жертвой в этой битве, каков будет ее исход, совершенно непонятно. Особенно учитывая возможности господина Рапоты, как личного друга Владимира Путина, человека, который может напрямую зайти к Путину и несколько изменить представление Владимира Владимировича о ситуации вокруг проблемы БСК, тут, конечно, вот эта позиция Рапоты ставит большой жирный знак вопроса в исходе этой войны. Дело в том, что, конечно же, Путину дали абсолютно однобокую ситуацию и определенный взгляд на ситуацию. Путин, ну, как-то вот среагировал так, да, то есть зачитал вот это по бумажке, там, вот эту ситуацию, там, вопросил, где же деньги, что-то сказал про офшоры. Но если Григорий Рапота зайдет к Путину и внятно ему расскажет иную версию событий, то, конечно, ситуация может немножко поменяться. В общем, безусловно, нам остается только наблюдать, отслеживать симптомы и события этой войны, ну и в определенном смысле в ней участвовать. Пикантной деталью в истории с БСК на прошедшую неделю было сообщение о том, что структура Дмитрия Пяткина, одного из частных акционеров БСК, внезапно предложила достроить Миловский парк. Я сначала вообще не понял, что здесь при чем, но потом, как говорится, стало понятно. Значит, Дмитрий Пяткин, видимо, в попытке найти некий компромисс с властями республики Башкортостан, а, возможно, пытаясь получить выездную визу из Российской Федерации, предложил вложить 2 миллиарда рублей практически безвозмездно в достраивание Миловского парка, но Государственный комитет по строительству республики Башкортостан с гневом отверг это предложение, утверждая, что уже достигнуты соглашения с фондом Дом РФ по достраиванию Миловского парка. Правда, достраивать начнут в 2023 году, то есть, видимо, на условиях, кто раньше сдохнет, то ли Падишах, то ли Ишак. Ну, в общем, предложение Пяткина и Башхима было отвергнуто, а зря, на мой взгляд. Кстати, про Дом РФ. На прошедшей неделе стало известно, что 14 сентября, в ближайший понедельник, арбитражный суд в республике рассмотрит иск банковской структуры фонда Дом РФ к уфимским городским структурам, муниципальному унитарному предприятию Уфимские инженерные сети и компании Баш РТС. Иск этот на сумму 2,4 миллиарда рублей. И Дом РФ требует ареста и, видимо, впоследствии конфискации имущества этих двух крупнейших системообразующих предприятий города Уфы. То есть, компания уфимские инженерные сети и Баш РТС фактически попадают в кабалу в зависимости от фонда Дом РФ. Напомню, что всей этой структурой господин Мутко руководит, знаменитый в прошлом руководитель Олимпийского комитета и министр спорта и так далее, и так далее Российской Федерации. С олимпийской неприклонностью господин Мутко добивается выплаты тех средств, которые поназанимали уфимские городские структуры в этом фонде Дом РФ. Очевидно, что это некая финансовая ловушка, в которую попались вот эти вот простофили из мэрии Уфы. Мэрия Уфы, конечно, окончательно уже девальвировалась в глазах жителей. Это настолько неумелая, настолько непрофессиональная команда людей, которые, пожалуй, что это худшая мэрия вообще за историю нашего многострадального города. И вот теперь, как говорится, проворовались в том смысле, что денег нет. Про деньги мы еще сегодня поговорим, но бюджет города Уфы, конечно, вызывает очень серьезные опасения о том, что происходит в городе Уфе. Иначе, как каким-то позором и катастрофой назвать нельзя. Для тех, кто не понял, я констатирую, что мэрия под руководством господина Мустафина, похоже, подходит к какому-то финансовому краю, потому что такие объемы задолженности это уже совсем не те цифры, которые были при Елалове. Если Елалов занимал по 100-150 миллионов, то мэрия Мустафина уже занимает по 2,5 миллиарда. И, естественно, не может это все отдать. И сейчас мы будем свидетелями видимости ситуации, когда хозяйство и город начнут терять вот такие серьезные большие активы. Ну, при условии, что, например, Баш-РТС не спасет какое-нибудь их головное предприятие. Напомню, что Баш-РТС все-таки принадлежит Интеррау. Прошедшая неделя принесла чудовищную новость о том, что Республика Башкортостан заняла второе место в Российской Федерации по уровню нецелевого использования бюджетных средств. Вторыми после Санкт-Петербурга Республика Башкортостан стала с результатом в 64 миллиарда рублей, которые были нецелевым образом израсходованы в 2019 году. Это совершенно чудовищная цифра, потому что это треть бюджета республики. То есть каждый третий рубль в бюджете республики командой Хабирова в 2019 году расходовались нецелевым способом. Я вот не знаю, честно говоря, с точки зрения законности, как это все оценивается, но сам масштаб нарушений, который зафиксирован контрольно-счетной палатой в республике, говорит о том, что это не ошибка, это не единичное злоупотребление какой-то одной команды одного человека, одного министерства. Это тотальный подход. И, собственно, уже много об этом говорилось, что отношение к бюджетной дисциплине, к самому бюджету, к государственным деньгам, особенно варварский и какой-то такой бандитский именно у команды Хабирова. То есть, они вообще не придают значение тому, что можно или не можно истратить деньги по определенному назначению, когда они, например, прописаны в бюджете на другие цели. Деньги просто берутся и тратятся на что-то другое. Например, на какой-нибудь замечательный Сабантуй. Кто был инициатором вот этой ужасной новости? Инициатором формально был господин Шаги Муратов, ближайший соратник Хабировой. Тут, конечно, встает вопрос о том, кто кого тут, как говорится, подставил, кто тут кому свой-чужой. Но в оправдание Константину Ниловичу, могу сказать, что он, конечно, был вынужден это сделать, потому что сейчас в Уфе работает инспекция из центрального аппарата контрольно-счетной палаты Российской Федерации. И Алексей Леонидович Кудрин, человек принципиальный и вполне себе профессиональный, конечно, не допустил бы того, чтобы Шаги Муратов продемонстрировал им картинку, которая была буквально недавно. Напомню, что недавно контрольно-счетная палата не давала вообще никаких нарушений по Республике Башкортостан. Вот эта новость о подобном масштабе злоупотреблений в бюджетной сфере по Республике Башкортостан, конечно, накладывается на то, что мы получаем сейчас на выходе гигантский дефицит бюджета. Порядка 27-28 миллиардов рублей у нас сейчас дефицит бюджета по Республике, дыра в бюджете. Образовалась она по двум причинам. Первая причина — это пандемия коронавируса, по крайней мере, так заявляет правительство. И правительство Республики относит к этим непредвиденным расходам сумму примерно в 12 миллиардов рублей. Но куда делись остальные 15-16 миллиардов, остается вопросом, но хотя совершенно очевидно, что эти деньги как раз вчистую прогуляли и украли, прогуляли на эти сабантуи бесконечные салюты Моргенштернов и прочих, значит, бабкиных, одетых в мундиры Мао Цзэдуна. Но в итоге что будет в конце года — непонятно. Потому что вот эта дырка в бюджете, она примерно равна финансированию двух месяцев всех бюджетников по Республике Башкортостан. То есть есть такая дилемма, либо не платить два месяца, ноябрь-декабрь, денег бюджетникам, то есть учителям, врачам, значит, и всяким прочим, значит, тем, кто питается за счет бюджета, либо изыскивать эти средства где-то на стороне. Правительство сейчас предприняло попытку выпустить облигации Республики Башкортостан, однако, учитывая то ужасное падение инвест-привлекательности Республики, я не уверен, что эти облигации будут охотно раскупаться инвесторами. В обзоре предыдущей оперативки я обещал рассказать про те отключения коммунальных услуг, о которых почему-то умалчивает господин Беляев, и вот я исполняю свое обещание. Жители улицы Коммунистической в городе Уфе, а конкретно говоря, дома 40Б и дом 75 по улице Коммунистической, недавно проснулись и обнаружили, что в их домах отключено газоснабжение. Но, естественно, люди заволновались, забегали и стали искать. Выяснили, что компания Газпром газораспределения перекрыла подачу газа в их дома по причине того, что не были заключены договора на обслуживание внутри домового газового оборудования. Ну, теоретически, это, конечно, законное отключение, потому что этот договор должен быть заключен. Жители домов стали в панике разбираться, что же произошло, почему так случилось, и выяснили следующую картину. Картину, надо сказать, вполне себе такую абсолютно абсурдную. Выясняется, что договор на обслуживание внутри домового газового оборудования вообще-то должна заключать обслуживающая, управляющая компания. Обратившись в Министерство жилищного коммунального хозяйства, жители этих домов выяснили и узнали к удивлению своему, потому что уже несколько лет их дома не обслуживаются вообще ни одной управляющей компанией. По крайней мере, такова версия Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Обратившись в Кировское УЖХ, жители получили какой-то странный, такой мутный ответ на тему вроде как обслуживаем, не обслуживаем, обслуживаем, не обслуживаем. При этом возникает совершенно логичный и вполне себе острый вопрос. А кому все эти годы дисциплинированно платили за содержание обслуживания домов, деньги жителей этих домов номер 40Б и номер 75 по улице Коммунистической? Платили они УЖХ Кировского района. В общем, ситуация интересная. Помимо того, что я опровергаю вот эти вот победные реляции господина Беляева об отсутствии отключения коммунальных услуг по республике Башкортостан, помимо того, что существует указ Путина на время пандемии исключить отключение жизненно важных ресурсов от домов при любых условиях, помимо этого возникает совершенно криминальный вопрос. Собственно, а не содержится ли в действиях тех, кто получал деньги с жильцов состава статьи Уголовного кодекса под номером 159? Это ведь банальное мошенничество. То есть, если ты не обслуживаешь предприятие, а собираешь с него деньги за обслуживание, то это вполне себе понятное мошенничество. Во-первых, господин Беляев, вы бессовестно врете о том, что отсутствует отключение коммунальных услуг по республике Башкортостан и Уфе, а во-вторых, разберитесь, пожалуйста, с этой схемой, кто является обслуживающей управляющей компанией этих домов и в конце концов включите газ уже жильцам. После событий на горе Куштау начали потихонечку приходить в себя и эти наши доморощенные деревенские пропагандисты в лице всех вот этих вот Мурзагуловых, Валиевых, Валиевых и прочих, и прочих. В частности, была поставлена задача нивелировать основную претензию, которая была выдвинута господину Хабирову. Речь идет о том, что, конечно, общественность очень негативно восприняла вот эту резкую смену отношений к защитникам Куштау, резкую смену мнения господина Хабирова. Вот эти разговоры про переобувание, они шли, как говорится, из всех утюгов и на сцену нашего башкирского цирка выпустили вот этих вот петрушек, которые должны были бы рассказать нам, что, оказывается, переобуваться это не так уж и плохо. Причем, в частности, Шамиль Валеев воспринял это указание абсолютно буквально и снял ролик о том, что, оказывается, по мнению господина Валеева, а он, на минуточку, не просто какой-то записной паяц, а руководитель секретариата Общественной палаты Республики Башкортостан, так вот, Шамиль Валеев в своем видеоролике нам преподнес мысль о том, что вообще переобувание, изменение мнения, лицемерие и вот такая вот нестабильность в убеждениях, это вообще-то национальная черта для башкир. Честно говоря, я прямо обалдел. Переобуваться в Ровреме это целое искусство и очень важное для жизни в Башкирии. Шамиль Валеев убеждает нас, что это абсолютно нормально, абсолютно правильно и визуально подтверждает это, переодевая в кадре американские кроссовки на американские кроссовки. В общем, конечно, это очень выглядело как-то позорно и ужасно. Кроме всего прочего, в социальных сетях Шамиль Валеев нам поведал историю о том, что оказывается все-таки он настоящий башкир. Он исследовал родословную одной из своих бабушек и с удивлением обнаружил, что он вовсе не татарин, а башкир к своей радости, потому что он всю жизнь, оказывается, страдал от того, что он татарин. В этом году выборный процесс видоизменился и длится три дня, но завтра 13 сентября последний день выборов и я не удержусь от рекомендаций, потому что очень много вопросов, что же делать, за кого голосовать и как голосовать. У меня есть четкий и понятный список рекомендаций, которые я для себя выработал в последнее время. Первый. Не голосуйте за Единую Россию. Наверное, здесь объяснять ничего не нужно. Второе. Обязательно идите голосовать, потому что ваш голос украдут, либо что-то там сманипулируют. Второе. Следите за руками. Речь идет о том, что лучше всего прийти на выборный участок вечером и посмотреть, не заполнили ли за вас уже вот эти билетни и списки избирателей. Третье. Посмотрите, прошита ли книга списков избирателей. Это новшество в этом году. Наши манипуляторы на выборах используют непрошитые книги избирателей, чтобы потом поменять листы. Ну и последнее. Если совсем уж не за кого голосовать, вот пришли вы и там одна Единая Россия, так есть в некоторых районах и в некоторых сельсоветах, ну тогда я не буду вам рекомендовать портить бюллетень, но вы сами понимаете, что при помощи ручки и бюллетня можно очень разнообразным способом выразить свое недовольство ситуацией в меру своих художественных и пистолярных возможностей. В общем, сами понимаете, о чем я говорю. Не могу обойти вниманием две новости из системы «Свой-Чужой», которую внедрил в Республике Башкортостан ради Хабиров. Я говорю о том, что на прошедшей неделе окончательно закрылся вопрос с уфимцем Рыбаком Азатом, Азатом Галином, руководителем юридической службы Белого дома. Речь идет о том, что вся скандальная история, где Азат Галин очень странно себя вел с инспектором Рыбнадзора и рекомендовал ему по признаку национальности изменить место жительства, русские в Иваново и прочее. Азат Галин полностью оправдан судом. суд признал, что в его действиях отсутствуют полностью какие-либо предосудительные моменты и дело закрыто. Вторым фигурантом этого процесса стал естественно глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов, которому за его действия на горе Куштау было вынесено замечание. Понимаете, да? То есть самое суровое наказание постигло человека, который якобы как будто бы матом разгонял участников лагеря на горе Куштау и громил палатки, при том, что сам Азамат Абдрахманов выразился настолько ветьевато, что, по-моему, запутался в собственном языке. В частности, он сказал, что если будет доказано, что человек, похожий на меня, что-то там делал нехорошее на горе, тогда я за этого человека отвечу. Ну, очевидно, налицо раздвоение личности, но, повторюсь, человек отделался замечанием за подобные действия. Впрочем, жители Ишимбайского района не согласны с подобной постановкой вопроса и сегодня, 12 сентября, в Ишимбай должен пройти некий флешмоб с требованиями отставки господина Абдрахманова. То есть, история с Ишимбайским главой так и не закончилась. Я надеюсь, что жители района добьются, в конце концов, справедливости и адекватного решения в отношении бывшего соседа Радио Хабирова, а ныне главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. В предыдущем ролике на нашем канале, который был посвящен Ишимбайскому району, я упомянул о том, что в Ишимбайском районе 78% башкирского населения. Я руководствовался данными, которые мне предоставила Википедия, и именно вот эта вот история, вот этот вот факт вызвал бурю негодования обсуждения в интернете и в комментариях на нашем канале. Татарская общественность значит, заявила о том, что в Ишимбайском районе вообще там преобладает татарское население. Действительно, близость к Татарстану и то, что Ишимбайский район граничит с Татарстаном, наверное, такую возможность предполагает, но, честно говоря, здесь вот в преддверии нашей переписи и многих других событий, связанных с национальным составом республики, конечно, мы вскрыли такую проблему, которая не может быть, наверное, вне нашего внимания, вне внимания всего населения республики. Действительно, национальный состав многих районов, по крайней мере, официальные данные по этому составу, подлежат определенному сомнению. Я, честно слово, никого не хотел обидеть. Если кто-то из татарской общественности обиделся, то я приношу свои извинения. Хотя, конечно, здесь речь не о том, что я что-то неправильно сказал, а речь о том, что нужно бы, пожалуй, навести порядок в той информации, которая находится в свободном доступе и которая так или иначе считается достоверной. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова